Добрый вечер, друзья. Наша ежедневная рубрика «Эрмитажные книги». Сегодня у нас наш постоянный автор Михаил Балан, которого вы видели в прямых эфирах из Мастерства Эрмитажа. Первый раз он в наших книгах подает заявку, что очень хорошо. Первый раз он в нашей рубрике «Эрмитажные книги», хотя уж эта рубрика самая, что у меня есть, книжная. То есть то, что делает Михаил Балан. Так, Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас я еще пару слов скажу, потому что я начал вас представлять. Все вы помните Михаила и Юлию Кьянгу из наших эфиров, с главного штаба, посвященный книгам художников. Уже этих эфиров было достаточно много. Я приношу вам извинения, что мы немножко позже начинаем эфир. Это по моей линии, потому что я мучался по Петергофской дороге, специально делал съемки, чтобы потом тоже вам их показать. Вот, все. Начинаем нашу ежедневную встречу «Эрмитажные книги». Завтра у нас продолжение нашего сериала с Натальей Гусевой. Говорим про... продолжаем уже наш длинный и прекрасный разговор про мебель для всех причуд тела. Ну и завтра с утра у нас еще два эфира, посвященные «Эрмитажные книги». Спасибо. Еще раз представляю Михаил Балан. Рассказ про вот эту роскошную выставку, которая... она была первая в этой череде? Да, она была первая. Да. Ну все, я больше не буду. Нет, вы, пожалуйста, я буду рад какому-то диалогу. Ну, в общем, если я могу потихоньку начинать, да, то тут мы имеем дело с книгой про книги, да. И это такая самая по себе любопытная история. Это выставка 2013 года. Юрий, а вы знаете, можно я вас попрошу пока полистать начало, да, вот, пока мы довезем... Да, так я и сделаю, да. ...до, собственно, каталожной части... Хорошо. ...про которую я буду как-то рассказывать конкретно, да. Значит, эта выставка была в 2013 году. Ну, и я надеюсь, что многие уже в курсе, что у нас такая вот, ну, уже довольно долгоиграющая и разнообразная выставочная история сложилась, посвященная, ну, вот, книге художника «Ливард-артист». Собственно, эта история начиналась вот тогда, в 2013 году. Это первая выставка, не первая выставка, на самом деле, Эрмитажа такого рода, но первая выставка из собрания Марка Башмакова, которая, собственно, ну, оказалась такой вот отправной точкой всей этой, ну, вот, нынешней истории, да, там, мы уже сбились со счета, сколько потом было выставок, но так или иначе начиналось. Я вот тут думал, хорошо или плохо, что начиналось в 2013 году, но подумал, что ничего страшного, потому что, на самом деле, выставку, конечно, начали готовить за годы, и год был еще 2012, хотя бы сокросный. Вот, ну, это, соответственно, это каталог вот этой первой большой выставки. Ну, что надо сказать, в общем и целом, когда мы готовили эту выставку и когда мы готовили потолок, мы, в общем, уже понимали, что одной выставкой дело не ограничится, предполагалась вторая, которая и была действительно организована где-то года через полтора после первой. и, соответственно, здесь делился материал, то, что вошло в состав вот этой первой выставки и первого каталога, это книги, ну, так, мы старались себя ограничивать книгами до 40-го года, с 1900-го по 1940-й. Ну, так получилось не совсем, там есть некоторое количество работ 40-х годов и даже 50-х, хотя это, ну, такой объяснимый хронологический сбой. Но, в общем и целом, идея была такая, что вот здесь у нас первые десятилетия 20-го века, да, ну, условно говоря, до Второй мировой войны. И следующая выставка, которая называлась «Пароль Пэнт», она охватывала период как раз с середины 40-х и дальше, ну, там, вплоть до, ну, так, последовательно до 70-х, некоторые экспонаты были еще и более поздние. Из каких-то еще предварительных слов я должен, ну, вкратце напомнить, что «Ливард Артист», да, такой франкоязычный термин, которым я, на самом деле, люблю пользоваться больше, чем русскоязычным термином «Книга художника», ну, он подразумевает книги, иллюстрированные выдающимися живописцами и скульпторами, прежде всего в 20-м веке. Как правило, книги малотиражные, раритетные, то есть библиофильские, библиофильские, коллекционерские, ну, изданные соответствующим образом, прежде всего иллюстрированные оригинальными эстампами, то есть гравюрами на металле, гравюрами на дереве, литографиями, хотя здесь возможны и, на самом деле, можно назвать массу исключений, как бы подтверждающих правил. Ну, я думаю, что... Вот, очень хорошо, что сейчас появился этот цепельный лист. Может быть, мы тогда перейдем, собственно, к разговору... Я же не буду пересказывать тексты вступительных статей, да? Ну, конечно, конечно. Это как бы бессмысленная история. Давайте мы перейдем тогда, собственно, к каталожной части, да, к разговору о тех книгах, которые на высказке были показаны. Ну, для меня это тоже такая возможность немножко вспомнить, что мы выставляли уже, как бы, много лет назад. Так, можем мы тогда пойти... Это страница 86. Так, сейчас, секунду. Тут картинки есть, да, и в качестве иллюстрации к статьям. Нет, 86 это должно быть... Да, дальше, дальше. Насколько я понимаю, да. Мы не сможем, я боюсь, все пролистать, чтобы еще как-то... Ничего, значит, устроим вторую встречу. У нас здесь никто никуда не слышит. 86. Вот, приехали, да. Здесь я тоже вас попросил бы просто полистать несколько страниц. Это такой предварительный раздел. Я сказал, что мы начинали с 1900 года. Ну, и, в принципе, историю Ливерд Артист как феномена 20 века начинают очень условно со всеми возможными оговорками с 1900 года с одной знаменитой книги, до которой мы сейчас дойдем. В состав выставки и в состав каталога, тем не менее, было включено несколько работ 19 века. Вот я бы хотел, да, чтобы мы их пролистали, начиная с Фауста Блокроа, да, литографии к Фаусту, изданные еще в 1828 году. И дальше здесь у нас Эдуард Мане, Ворон, Аделон Ридон, Ле Жюре, такой текст Эдмона Пикара. Собственно, одна из редких именно книг, иллюстрированных Аделоном Ридоном. Но это у нас пока... Мане еще, да. Это пока Мане, да. Да, вот у нас пошел Ридон. Дальше у нас Морис Дени, Гоген. Понимаете, все эти работы важные и интересные, но я бы хотел, чтобы мы пролистали до такого основного материала выставки. Это мы рассматривали, этот раздел, как такую, ну, как бы такую прелюдию. На самом деле, этот раздел, конечно, мог бы быть и больше, но, ну, в общем, всегда хочется объять необъятное, но было понятно, что это не очень возможно. Да, замечательный Гоген, но это, на самом деле, фоксимилия рукописи, которую он делал на Таите с текстом. Ну, а ну, а такой, как бы, автобиографической истории. Да, ну и вот мы приехали к последнему номеру в этом предварительном разделе. Это Тулуз Латрек, иллюстрации к книге Жоржа Климанцова «Поднажды и Осинаи», 1898 год. Ну, и здесь, как бы, вот эта условная предыстория заканчивается, и теперь мы можем перейти к первому номеру каталога. Да, вот он. Вот он, вот он. Собственно, вот эта книга Пьер Бонар, художник, Поль Верлен, автор текста. Книга называется «Параллельно». Издана Амбуразом Валаром в 1900 году. Ну, вот эта книга, которая условно принимается за такую точку отсчета истории Ливерд Артист. Я, может быть, десять раз еще скажу это слово условно, но это нужно представлять себе, что здесь нет никаких четких границ, как бы ни в начале, ни в конце, ни в середине. Тем не менее, эта книга такая знаковая и символически важная. Валар был торговцем картинами, который вдруг решил стать книгоиздателем. И вот он задумал, собственно, первую свою книгу. Вот он придумал вот такую параллельно. Сборник Верлена, выпущенный впервые в 1889 году. Валар заказал иллюстрации Пьеру Бонару, художнику, с которым он сотрудничал как торговец с картинами, как маршам. Бонар сделал больше сотни литографий и еще несколько рисунков для гравюр на дереве. Книга оказалась... Ну, во-первых, почему она такая важная? Потому что, во-первых, она положила начало такой последовательной валаровской стратегии. Валар на этом не остановился. Он издал в общей сложности несколько десятков книг с иллюстрациями выдающихся художников XX века и еще много чего не издал. Это, в общем, совершенно такая отдельная история. В общем, вот отсюда начинается валаровская стратегия, его деятельность как книгоиздателя и такая связанная более широко, да, связанная история, в которой регулярно большие художники иллюстрируют книги. Это, в принципе, необычная вещь для XIX века. Такие вещи бывали, да, но в целом это не очень обычно, потому что, ну, как бы вот есть иллюстраторы, да, такие люди, занимающиеся вот своей профессиональной сферой. Есть художники-живописцы, да, которые занимаются своим. Они друг к другу, ну, как бы не очень вот эту границу переходят. Вот опять же, при всей условности определений граница эта понималась как существующая. Ну и вот то, что сделал Бонар, знаете, я тут пытался, понимая, что на самом деле надо говорить коротко, я тут пытался написать на полях каталога какие-то слова, которые характеризовали бы выбранные мной книги. Вот, про эту книгу Бонара, наверное, главное слово — это свобода. И, собственно, это то, что принесло ей славу, поначалу немного такую скандальную славу. Свобода, свобода композиции, да, свобода расположения иллюстраций, взаимного, да, расположения иллюстраций и текста. Вот если мы пойдем на следующий разворот, ну, лучше бы, конечно, да, можно это посмотреть, можно дальше еще перелистнуть. Лучше бы, конечно, мы могли книгу пролистать целиком, но у нас такой возможности нет. Можем мы еще дальше перелистнуть. Здесь у нас три разворота на эту книгу. Вот, свобода расположения — раз, свобода рисования — два, свобода отношения художника, именно живописца, прежде всего, не иллюстратора, к традиционным правилам. Ну, потому что, как бы считалось, что не очень хорошо делать, иллюстрировать книгу литографиями. Считалось, что вот есть такой четкий наборный шрифт, да, и иллюстрация должна тоже отличать четкость линий, а лучше, если еще, тонкость деталей. А у Бонара такое все, ну, как бы такое импрессионистическое, очень, опять же, условно говоря. Но вот этот такой тающий штрих, плюс еще вот этот розоватый цветок, совершенно намеренно выбранный, и, как объяснял Бонар, лучше всего подходящий поэзии Верлена. В общем, вот, свобода обращения с правилами, в принципе, это то, что раздражало любителей, ценителей традиции тогда, но как бы это то, что изначально, в момент возникновения всей этой истории, отличает, ну, отличает как раз Ливард-артист. Приходит художник-живописец, который может вообще не очень разбираться в специфике того, что такое иллюстрированная книга, и он делает свое, он делает что-то новое, что-то необычное. В общем, для своего времени эта книга очень авангардная. И вот в этой авангардности она как раз такая знаковая получается. Ну, мы можем полистать немножко дальше. Я бы попросил, поскольку мы тут про все говорить не сможем, я бы попросил дойти до номера 6. Да, ну, тут мы пролистываем тоже замечательные вещи. Это еще один банар, это Агюст Роден. Вот я хотел бы, чтобы мы... Да, вот номер 6. Морис Дени. Новая жизнь Данте Олегьери. И вот здесь такой контрастный пример, почему я хотел, чтобы мы на нем остановились, потому что это пример обращения к традиции. Можно мы на иллюстрациях, на самой книге, да, сконцентрируемся, потому что переплет поздний и к замыслу Дени, в общем, не имеет отношения. Это такая... Ну, это особая история про переплеты, потому что книги такие изначально, как правило, не переплетались. Сейчас-то даже не сбрашировывались в расчете, в том числе в расчете на владельческий переплет, то есть индивидуальный, который закажет конкретный владелец для своего экземпляра. Вот, если про книгу Бонара, можно сказать, одним словом, или там двумя, свобода, двумя-тремя, да, свобода, новаторство, авандартность, в случае с этой тоже замечательной книгой Мариса Дени и, собственно, товарища Бонара по группе Наби, здесь, наверное, правильно сказать, традиция, потому что Дени, ну, собственно, напомню, что Дени в 1890 году еще совсем молодой, 20-летний опубликовал статью под названием «Определение неотрадиционализма», где как раз вот идея такого нового возвращения к традиции очень активно постулировалась, в том числе он говорил там и о книгах, и говорил, на самом деле это важные слова, во многом не только для него определяющие, говорил о том, что иллюстрация должна перестать быть буквальным следованием сюжету и должна перестать быть не таким натуралистичным изображением какого-либо описываемого события, иллюстрация, говорил он, должна быть декорацией книги, призывал вспомнить о средневековых и ренессансных книгах, вот «Новая жизнь», изданная в 1906 году, точнее оформление Дени, в общем, это такая отсылка вот к этой книжной традиции, в принципе, если мы посмотрим дальше на историю «Лювердартист», там как раз вот так авангардность и традиционализм очень часто идут параллельно и как бы даже рукообку. Можно перелистнуть и посмотреть на следующую, следующий номер в каталоге, следующая книга, Андре Дерен, Геома Полинер, «Гниющий чародей», 1909 год. Это первая книга, изданная еще одним торговцем картинами, Даниэлем Андре Конвейлером, ну или Конвейлером, как угодно он, поскольку он немецкого, фамилия немецкая, можно и так, и так произносить. Это первая книга Аполлинера, первая книга, иллюстрированная Дереном, и здесь, наверное, ключевые слова будут ну так, архаизм, примитивизм, потому что текст Аполлинера это такой, ну такая как бы фантазия на тему древних кельтских легенд, легенд про волшебника Мерлина и озерную даму, и гравюры Дерена, псилографии, гравюры на дереве, да, вот это отличный разворот, где, собственно, мы видим этого заточенного и гниющего в своей гробнице, да, чародея, над ним пляшущую озерную даму, вот гравюры Дерена, они такие намеренно архаизирующие, намеренно грубоватые, здесь есть такой вот ну как бы голос материала, да, это гравюры на дереве, и если мы внимательно посмотрим и как бы сфокусируемся на деталях, мы увидим там вот эти вот ну просто следы древесных волокон, которые отпечатались в изображении, тут есть множество с точки зрения как бы с точки зрения такой качественной печати, здесь множество огрехов, но это огрехи важные, потому что это вот все такой как бы ну как бы шум времени, да, указывающий на то, что это некие некая легендарная история. Ну и в общем эта книга опять же важная еще в исторической перспективе, потому что опять же, это начало большой издательской деятельности, вот деятельности конвейлера, это такая особая, ну как бы особая линия, особая опять же стратегия, конвейлер последовательно делал ставку на такой как бы диалог, взаимодействие, да, вот можно еще вот этот замечательный, ну это разворот с двумя отдельными картинками, в книге они не встречаются, так как мы видим, вот конвейлер делал ставку на взаимодействие непосредственно автора и художника современников, и дальше он регулярно выпускает книги, которые вот по этой модели сделаны, построят. Ну, можно, наверное, полистать дальше до девятого номера. Я должен пояснить, что здесь в каталожной части материал построен по хронологии, поэтому не должно удивлять, что вот у нас был Дени, и вот у нас опять Дени, ну и так далее, да, то есть художники могут повторяться, потому что мы старались идти, ну вот от девятисотого года и дальше до пока ну вот до сороковых и даже начала пятидесятых в реальности так получается. Девятьсот одиннадцатый год, Рауль Дюфи, иллюстрации к тексту того же Аполлинера Бестиария или Картеж Орфея, сборник коротких стихотворений, задуманный как ну как такое подражание средневековым бестиариям или эмблематам. Дюфи иллюстрировал его опять же ксилографиями, гравюрами на дереве. Это вообще тут можно довольно долго говорить о каких-то технических нюансах, но в целом это важная вещь. Вот в ранней книге художника в начале двадцатого века многое связано именно с этой техникой, с техникой ксилографии, которая у художников, вышедших из фоизма, у соответственно Дерена, у Дюфи дальше у Ламинка понимается как такая техника сильных эффектов прежде всего, сильных контрастов и такой повышенной экспрессии. У Дюфи здесь наверное еще такое слово декоративность, потому что ну вот он здесь тоже есть такая как бы грубоватость и простонародность и отсылка к ранним образцам ксилографии, но видно, что он гораздо больше заботится, больше чем Дерен, заботится о выстраивании такого декоративного, упорядоченного, сложного, упорядоченного, почти орнаментального иногда целого, да, вот это замечательное, это кошка ведь, правда? Да, это кошка Леша. Да, вот это как раз очень хороший пример того, как вот все эти штрихи белым по черному, да, вот сплетаются в такой узор, в котором кошку еще поди разгляди. На самом деле примерно так же изысканно сплетаются слова в этих коротеньких стихотворениях Аполлинара, они все такие короткие, там 4, 5, изредка 6 строчек, вот и все стихотворение, да, но вот в этом как раз такой концентрации, да, в текстах и в изображениях, да, вот в этом особенность, в том числе особенность этой книги. Да, но это замечательный экземпляр, у которого есть дополнение, изганное не в 911, а в 1931 году, это не вошедшее в основной тираж книги, два стихотворения и, соответственно, две экселографии, стихотворения, найденные уже после смерти Аполлинара, ну и экселографии, сделанные для них DC. Можем... Идем дальше? Да, пойдемте дальше к номеру 11. Да, ну и вот здесь давайте мы посмотрим на название, ну вот на эту шапку потоложные карточки, Соня Делане, Блес Сандрар, проза Транссибирского экспресса и маленькой Жанны Французской, Париж, 1913 год, издательство Edison de Zomnouveau, на самом деле это просто издательство, основанное автором текста, Блесом Сандраром. Я бы хотел теперь, чтобы мы посмотрели на правую часть этого разворота, да, ну вот это обложечка, да, вернее, правильнее сказать такой футляр, в который вкладывается книга, на самом деле малюсенький по размеру, я бы хотел теперь, чтобы мы посмотрели на правую часть разворота, чтобы мы увидели саму эту книгу, вот она выглядит вот так, это такая раскладушка, сейчас вот я смотрю размеры, ну да, она получается высотой почти два метра, когда я думал, каким одним словом обозначить эту книгу, я написал именно одно слово, это слово авангардность, потому что мы действительно, наверное, во французской книге художника первой половины 20 века ничего более авангардного, ну, я по крайней мере не знаю, то есть книга, которая оформлена как такой вот разворачивающийся по вертикали свиток, которую нужно читать вот так, такая гармошка, ну, не свиток, конечно, это такая гармошка, раскладушка, справа идет текст, слева идет, ну, как бы иллюстрация, на самом деле, это вот такое абстрактное оформление, сделанное Соней Голоне, текст набран разными шрифтами и в разных цветах, при этом надо учитывать еще, что проза о транссибирском экспрессе, да, это поэма, которая навеяна впечатлениями Сандрара от реального путешествия на транссибирском экспрессе через всю Россию и, в общем, она разворачивается как бы вот как движение поезда и также вот мы читаем текст только не по горизонтали, а по вертикали и также смотрим вот эту вот абстрактную композицию, которая его, ну, не хочу сказать, иллюстрирует, сопровождает, да, что ничего более радикального в смысле книжного оформления во Франции в это время и в это время и многие годы позже не делалось. Это совершенно замечательная книга, это Эрмитажный экземпляр, который с 60-х годов хранится в музее 66-го, если быть точным, периодически выставляется, должен признаться, что я вот тут задумался, я никогда не видел эту книгу в сложенном виде, она складывается, да, она вкладывается вот в этот футляр, но в Эрмитаже она давно уже, да-да-да, вот она складывается вот в этот маленький футлярчик, который размерами, ну, что-то вроде 20 на 10, я вот тут ищу размеры, но я не могу их сходу найти, и я всегда ее видел как такую уже вот развернутую гармошку. Можно перелеснуть еще на следующий разворот, и там будут видны фрагменты, да, ну, чтобы мы лучше представляли себе, как это сделано. На самом деле я сомневаюсь, что ее можно читать, ну, грубо говоря, постраничную, то есть она должна быть развернута для того, чтобы быть прочитанной. Ну, можно добавить еще, что эта раскраска, ну, фактически вручную по трафарету, поэтому экземпляры, которых на самом деле непонятно сколько, заявлено было, что их 150, ну, и здесь вот мы пишем, да, тираж 150 экземпляров, на самом деле возможно, их было меньше. Но, так или иначе, экземпляры довольно сильно отличаются друг от друга, у меня была как-то возможность увидеть другой экземпляр этой книги, ну, и можно там сравнивать картинки, в общем, естественная разница, потому что, ну, это такая, такая раскраска, которая не может быть 150 раз воспроизведена одинаково. Вот от этой авангардной книги очень легко можно перелистнуть буквально еще страницу. Да, и вот как раз то, про что я говорил, что авангардность и традиция, они бок о бок, но вот они бок о бок здесь в каталоге, они одновременно, 15-й год, Эмиль Бернар, иллюстрации, неправильно сказать, иллюстрации, оформления сборника стихотворений Рансара, это, вот это такая архитрадиционалистская книга, после вот архиавангардной Сони Делане, архитрадиционалистский Бернар, ну, во-первых, потому что иллюстрации, можно, кстати, перелистнуть еще и дальше, на следующем развороте тоже эта книга, и потому что иллюстрации здесь явно восходят к искусству, ну, так, широко 16-18 века, но, может быть, самое интересное здесь то, что текст книги, то есть Рансаровский текст, ну, он здесь выглядит рукописным, да, на самом деле это текст гравированный, гравированный на дереве, то есть Бернар его переписал каллиграфически, и затем, ну, по крайней мере, если верить тому, что про эту книгу обычно говорится, сам этот текст награвировал, ксилография, это совершенно безумная работа, то есть сделал что-то вроде такого блокбуха, да, когда гравированный текст соединяется с гравированной иже иллюстрацией, да, гравированный на той доске. Ну, и это такая, ну, очевидная дань старой европейской традиции, ну, в целом, для Бернара характерная, он еще иллюстрировал несколько книг, но это, пожалуй, самое интересное. Давайте, да, и снова можно к авангарду, номер 14, это через несколько страниц. Вот я задумался, кажется, первая книга, первая книга с иллюстрациями Фернана Леже, это такой роман-кино-сценарий Бледа Сандрара «Конец мира», заснятый «Ангелом собора Парижской Богоматери». И это можно перелеснуть потом еще на следующий разворот и даже еще на один разворот. Это такой, ну, на мой взгляд, самый эффектный пример кубистической композиции в оформлении книги. Здесь, на самом деле, здесь разные вещи, и кубистические, и нет, но вот несколько вот таких разворотов, где, как в кубистическом, коллаже соединяются фрагменты изображений и надписи, причем эти надписи, это, на самом деле, название глав вот этого романа. Опять же, это такая мега-авангардная и в целом редкая для французской книги художника вещь, напоминающая кубизме, напоминающая, на самом деле, о книгах итальянских футуристов того же Маринетти, но так или иначе, для французской традиции вещь, в общем, как бы исключительная. Ну, и давайте мы полистаем, наверное, немножко дальше. Вот, давайте долистаем до номера 22. Вот так вот сразу, но тут замечательный Грис и замечательные книги в лавинках, но мне бы хотелось Лоранц, да, мне бы хотелось Бенчарова, мне бы хотелось, тем не менее, добраться до номера 22. Андре Массон, Роберт Деснос, странное название, ну, совершенно нормально, что оно странное, это семимильные сапоги, это фраза «Я себя вижу». Что это такое? 26-й год, издание, кстати, выпущенное, опять же, Даниэлем Андрикангейлером, это одна из ранних, не самых первых, но ранних книг сериализма. И, собственно, эта книга, вот, опять же, из ряда таких ранних книг, где сериализм предстает в таком синтетическом виде, как сериализм в тексте и сериализм в иллюстрации. это сборник десятка или дюжин, я не помню точно, таких автоматических стихотворений Робера Десноса. Они иллюстрированы всего четырьмя, опять же, автоматическими гравюрами драмасона. Что значит автоматическими? это значит, что это такое спонтанное, очень-очень условно и, как бы, грубо объясняю, это такое спонтанное создание текста и спонтанное рисование. Ну, предполагается, что создатель текста или изображения, как бы, впадая в некий транс, да, вот, пишет стихотворение, не контролируя сам процесс его создания. И точно так же художник рисует. Собственно, Веснос был одним из пионеров автоматического письма, Массон был одним из пионеров автоматического рисования. Немножко обребляя, можно сказать, что это вот тот момент, когда рождается, когда автоматизм утверждается как такой метод создания текста и изображений, сюрреализм утверждается как такое направление и литературы, и изобразительного искусства. Ох, за слово литературы меня бы сериалисты безусловно сейчас четвертовали, но они уже не слышат. Ну, и, собственно, это начало долгой истории, в которой дальше будет и Массон, и Эрнст, и Миро, и многие другие, если говорить только о художниках. Опять же, это не самое начало, потому что автоматические тексты и рисунки делались все-таки не первые в 26-м году. Можем полистать, наверное, еще немножко дальше. Вот, до номера 24, то есть, совсем чуть-чуть надо полистать. Юрий, а вы говорите, если надо, на чем-то, не знаю, остановиться или что-то такое? Да, я думаю, что вот в какой-то момент мы уже можем остановиться, потому что, и попробуем попросить все-таки вопросы, потому что вопросы соберется. Тогда давайте, вот, может быть, у нас, причем, Михаил, если, вот я просто вижу, что по времени мы уже почти 40 минут и разговариваем. Ну, это было ожидаемо, да. Да, к тому, что мы можем сейчас вот эту книгу разобрать, да, если вдруг вы чувствуете, что у нас еще один эфир может быть, так мы с удовольствием все выйдем, тем более, что к тому моменту к следующему эфиру все будут уже подготовлены, все будут специалисты в области книги художника, поэтому вопросы будут более жесткие, каверзные, так что будет жестче разговор и интереснее. Знаете, давайте мы тогда пропустим еще кое-что и дойдем до книги с номером 31. Давайте. Потому что, вот как бы, если так на чем-то заканчивать хотя бы временный разговор, это будет, я думаю, более эффектно и более правильно. Ага. Ну, Пикассо так, ну, нормально для какого-то завершения, да, равно как и для начала мог бы быть неплохо. Ну, и это совершенно знаменитая книга, неведомый шедевр, ну, знаменитый текст Бальзака, не менее знаменитая иллюстрация Пикассо, 31 год, издание все того же уже упоминавшегося амбро за Валаро. Ну, здесь есть, на самом деле, мы не очень хорошо знаем историю, но история, видимо, заключалась в том, что Валар хотел книгу с иллюстрациями Пикассо. Честно говоря, не знаю, кто из них выбрал неведомый шедевр, но особенность этой книги в том, что, да, можно перелеснуть, особенность этой книги в том, что здесь, в общем-то, нету иллюстраций в прямом смысле слова. Вот эти гравюры на металле, которые мы видим здесь на этом развороте, они в основном про художника и модель, и это как бы такая отсылка к теме текста новеллы Бальзака, хотя это не прямые иллюстрации. Не то, чтобы здесь сюжет какой-то есть, который в новелле развивается или упоминается, а вот если мы вернемся наоборот назад, вот это совсем необычная вещь. Это ксилография, гравюра на дереве сделана по рисункам Пикассо, и эти рисунки к тому моменту, когда было задумано вот это издание, эти рисунки уже существовали. То есть они были сделаны вот такие точечно-линейные рисунки, да, такие, такое вот плетение линий, в которых иногда что-то угадывается изобразительное. эти рисунки, эти рисунки и рисунки, вот если посмотреть на правую страницу, нижнюю часть, да, 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 вот такие вот рисунки в другой манере, но как бы более фигуративной, эти рисунки уже существовали, то есть Пикассо не задумывал их как иллюстрации вообще. То ли он сам их выбрал, то ли Валар их выбрал, но так или иначе, вот их выбрали, их гравировали, их включили в книгу, они стали как бы иллюстрациями к тексту Бальзака. В общем, если коротко, в этой книге почти сотня, ну, поменьше, там, около 80 иллюстраций, ни одна из которых в буквальном смысле не иллюстрация к тексту. В то же время, ну, если задуматься, понятно, что они служат таким сопровождением, которое призвано тематически этому тексту аккомпанировать, потому что это все про искусство и про разные способы изображения, про разные образы реальности, про разное художественное видение и так далее. В общем, про то, о чем как раз речь идет у Бальзака. То есть, так, Пикассо как бы иллюстрирует, не иллюстрируя, это не только для него показательная история, вообще, это такой один из, как раз один из методов книги художника, в отличие от обычной иллюстрированной книги. Ну, вот, давайте мы можем на этом, на этой действительно знаковой книге остановиться и можем посмотреть, какие вопросы. Да, давайте, задавайте Михаилу вопросы, пока я попытаюсь задать свой вопрос, попытаюсь его сформулировать. Во-первых, когда вот этот термин появляется, книга художника? книга художника или Ливард-артист? Да, да, ну, это вопрос с моей стороны, потому что, так, сочнее, на самом деле, да, материал для небольшой лекции, но, насколько я понимаю, я просто пытался в этом разбираться, потому что сложная история, не уверен, что я разобрался до конца, в общем, насколько я представляю себе, систематически вот этот термин французский Ливард-артист в, ну, в западном, разумеется, прежде всего, искусствознании начинает употребляться в конце 60-х годов 20-го века. То есть, когда Пикассо делал вот эту книгу, например, да, или, окей, Маркусси у нас на экране, книга с труднопереводимым названием «Пляж до салют», когда Маркусси делал эту книгу, они не знали, что они делают Ливард-артист. В общем, на самом деле, у таких книг в тот момент не было никакого специального названия, никакого жанрового обозначения, да, но, знаете, голландские мастера 17-го века тоже не знали, что они пишут натюрморты. Тем не менее, мы это называем натюрмортом. Ну, короче говоря, здесь... термин появился гораздо позднее, это я теперь понимаю. Существенно позже, да, сначала был термин Ливард-пантер, книга живописца, потом появился вот этот термин Ливард-артист, как бы книга художника, но тут много запуток, потому что есть более современное понимание термина книга художника, уже отечественное, да, и атист-бук английская, но здесь имеются в виду такие авангардные уже для нашего времени вещи, направленные в том числе и против вот этой традиции Ливард-артист, как бы такой классической традиции 20 века. На самом деле тут можно голову сломать с этим всем. Вопрос такой, вот чем вызван феномен вот этих книг, почему они вдруг действительно появились в начале, получается, там, 20 века на рубеже, да, и потом, точнее, я не очень там сейчас понимаю точно, когда первоначально, дата появления этого феномена, но с чем это вызвано, потому что, с другой стороны, книга печатания развивается, и, казалось бы, ровно наоборот, нужно делать книги как можно более массовые, как при этом с иллюстрациями все в порядке, все это технологически гораздо было бы и дешевле, и, опять же, тиражнее делать традиционными способами, и вдруг появляется вот эта странная история. Чем она спровоцирована? Ну, массовая книга существовала параллельно, да, и тут никакого как бы противоречия не было. Я бы сказал, что, понимаете, главная особенность все-таки вот того, что мы называем «Ливред артист», да, или книги художника, да, здесь ударение падает на художника, в противовес, ну, как бы такому традиционному иллюстратору, потому что, в принципе, конечно, в XIX веке сколько угодно было тоже раритетных книг и книг иллюстрированных. Понятно, что до появления фотомеханических способов печати, до их распространения во второй половине XIX века иллюстрации это были как раз, ну, что, гравюры на дереве в основном, иногда литографии, иногда афорты, но в середине XIX века ксалография все это вытеснила. То есть это тоже были оригинальные печатные техники, но просто массовая книжная продукция, она иллюстрировалась, ну, специалистами, да, и это имена, которые большинству из нас, ну, ничего не скажут. А тут появляются где-то вот на рубеже веков, появляются книги, иллюстрированные живописцами-скульпторами, людьми из мира большого искусства, ну, прежде всего, живописцами все-таки, да, людьми из мира большого искусства, и это как бы такое вот нарушение традиции. Почему это произошло? Ох, вопрос, на который не уверен, что легко ответить в двух словах. Ну, я думаю, что, во-первых, это все-таки издательские стратегии, да, это Амбруас Валар, это потом Конвейлер, это другие издатели, которые оценили вот эту новую возможность. Отчасти, может быть, и популяризация художника через вот такую книжную продукцию. Отчасти, ну, я не уверен, что они прям вот рассчитывали на коммерческий успех, потому что поначалу его не было. но, ну, окей, они увидели в этом возможность создания как бы такого нового синтетического произведения, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что, ну, сближение самих художников с миром литературы, которое в 20 веке происходит, ну, вот это может быть таким объяснением. Интерес художников, именно прежде всего живописцев, нарастающие во второй половине еще 19 века, да, интерес к разным, как раз оригинальным печатным техникам. Опять же, гравюры, литографии, сначала это там отдельные листы, серии, альбомы, потом доходят делать для книг. То есть, здесь так срастается много идей синтеза искусств, которая на рубеже веков оказывается очень актуальной, да, и вот книга это такой, получается, синтез искусств, и такой диалог автора и художника. Я тут пытаюсь вкратце пересказать то, что я пытался когда-то сформулировать как раз в тексте этого каталога, и понимаю, что я уже довольно плохо помню формулировки, но в целом мне представляется, что вот несколько факторов, да, вот они приводят к тому, что такой расцвет этого явления в 20 веке. ну, хорошо, вопрос есть такой, который тут дважды повторили, Михаил, на него можно ответить, какая ваша книга любимая, что вы перед сном читаете, какую книгу из этого? Из этого? Да. Так, хороший вопрос. Ну, перед сном, конечно, из этого я не читаю, наверное, боюсь, что ничего. Ну, из этого в смысле текстов или в смысле иллюстраций, ну, знаете, тут сложно сказать, ну, если нужно вот как-то из тех, про которые мы говорили, выделить что-то, совсем выделить, ну, Бонар, Соня Делане, Пикассо, ну, знаете, я и так тут выбирал не все из каталога, что, о чем говорить, так что трудно сказать. По поводу чтения, ну, знаете, это, в принципе, все-таки, это такая хорошая тоже, хороший вопрос, в том смысле, что про эти книги довольно часто говорят, что они как бы не для чтения, ну, потому что вот на картинке смотри, а текст ты можешь как бы в Покетбуке прочитать, ну, как бы и да и нет, то есть текст действительно можно узнать из других источников, текст не обязательно читать, глядя на картинки, и не всегда удобно, на самом деле, читать, потому что, ну, бывает просто крупного формата книги, листать их не очень просто, листать их буезно, потому что, ну, понятно же, что это произведение искусства, но в то же время, я-то все думаю, что, ну, здесь, то есть, не то, что это просто вот такие, просто серии иллюстраций, которые текст, ну, как предлог или такое приложение, ну, потому что, когда мы смотрим даже на то, что делает вот Пикассо с этими, в качестве иллюстрации к тексту Бальзака, мы текст Бальзака тоже начинаем немножко по-другому видеть, и это, в принципе, ну, такая обычная для этих книг история, то есть, это именно такой диалог, совершенно не важно, что Пикассо и Бальзак никогда не могли встречаться, да, но это такой диалог, который заставляет и одно, и другое, и автора, и художника, да, ну, как бы увидеть по-новому. Но, да, тем не менее, конечно, я не читаю перед сном неведомый шедевр с иллюстрациями Пикассо, тем более, что этой книги, к сожалению, в моей библиотеке нет. Так, друзья, еще вопросы. Тут хорошие комментарии идут, да, тут, собственно, Михаил их произносит, и наши читатели их подтверждают про синтез искусств, про, действительно, именно эта эпоха как раз была нацелена. так, ну, что, что еще спросить? Были ли конфликты между, так сказать, авторами слов и авторами изобразительного, ряда? Вопрос очень хороший, я сейчас пытаюсь навскидку вспомнить, и, конечно, они были не очень много, но они были, но вот сейчас так сходу, сходу мне не очень как бы приходят в голову, но, знаете, вот история, там не то чтобы конфликт, но такая сложная история с бестиарием как раз Аполлинера и Дюфи, по крайней мере, если верить на традиционному изложению этой истории, Дюфи задумал бестиарий, глядя на... А это какой номер каталога, Михаил, чтобы я показывал? А это номер 9, если я правильно помню, да, это номер 9, мы уже смотрели на него, так, да, ну, в общем, если верить традиционному изложению истории, Аполлинер, не Дюфи виноват, Аполлинер задумал эту книгу, глядя на гравюры или рисунки Пикассо, изображающие животных, действительно, есть ксилография, ранняя ксилография Пикассо, где так вот буквально одной или несколькими линиями фигура какого-нибудь животного, и Аполлинер хотел, чтобы этот сборник иллюстрировал Пикассо, но с Пикассо не сложилось, видимо, потому что он в это время уже усиленно работал над Виньонскими девицами и иллюстрации его не хватало. Ну, в общем, не сложилось и в результате иллюстратором оказался Дюфи. Но это не столько про конфликт, сколько про, ну, как бы, вот какие-то варианты истории и выбора иллюстрации, да? Так вот, ну, я пытаюсь вспомнить, я, конечно, вспомню, когда эфир закончится, но сейчас не то. тогда мы в следующем эфире это озвучим. Вопрос тогда еще. Да. Ситуация с вот инициатором таких проектов, кто был? Издатель или художник находил текст, или наоборот литератор, писатель находил художника, брал его за руку и вел к издательству? Откуда происходили вот, так сказать, эти коллаборации, как сейчас модно говорить? Юрий, а можно встречный вопрос? Кто у нас по ту сторону экрана? Просто один вопрос другого лучше. там кто нас смотрит? Кто эти люди? Нас смотрит в этот момент 133 человека, 4 только что, хотел сказать теперь 131 прекрасных человек. Это такой у нас книжный клуб, который называется 300 спартанцев. Вот сегодня 170 спартанцев не смогли выйти в вечерний эфир, потому что в воскресенье вечер. Держали с термопилов. Да. Вот они и задают эти вопросы. Да, просто вопросы отличные, как вы видите, не все поддаются ответу, по крайней мере быстрому. На этот вопрос ответ тоже не может быть однозначный, потому что разные истории, да, ну в общем, грубо говоря, у каждой книги своя история. Часто это издатель. И очень часто, собственно, почему важен вот тот же Валар, тот же Конвейлер, или дальше там Альберский Рай и так далее, потому что часто именно издатели есть инициатор, то есть, грубо говоря, ну, Валар хочет, чтобы Бонар иллюстрировал Верлена, Валар хочет, чтобы Пикассо иллюстрировал неведомый шедевр, а может быть и предполагалась какая-то другая книга, но в результате неведомый шедевр. Точно так же давайте мы перескочим, чтобы что-то было на экране, вот сюда, например, к номеру 46. Можно так сделать? Да, конечно. Ну, это один из моих любимых примеров, я не буду здесь подробно рассказывать историю и про книгу, но просто, чтобы было на экране. 46 это подальше, Валар, опять же, хочет, чтобы Шагал иллюстрировал, видимо, просто какую-нибудь книгу. Сначала он ему предлагает повесть графини Раскопченой генерал Дуракин, но Шагал не хочет иллюстрировать генерала Дуракина, Шагал говорит, хочу мертвые души. Валар говорит, пожалуйста, мертвые души как мертвые души. Так рождается замысел этой книги, замысел 20-х годов, гравюры Шагала 20-х годов, можно перелеснуть еще на следующий разворот, а книга сама издана уже после смерти Валара по инициативе, в результате издана скорее по инициативе Шагала в 48-м году. Бывают другие истории, когда инициатор издания автор текста или художника. Ну вот, давайте мы можем еще немножко куда-нибудь перелистнуть, только теперь, наверное, назад. Сейчас я пытаюсь понять, какой это номер каталога. А, вот смотрите, номер 43. Ну тоже, я не столько, чтобы рассказать про книгу, сколько, чтобы как пример истории, да? Хорошо, да. Это Матис иллюстрации и оформления книги Анрида Монтерлана «Посефая песня Минусы», 44-й год. Вот здесь история такая. Монтерлан просил Матисса иллюстрировать, вот я боюсь сейчас точно сказать, «Посефаю» или просто какую-то свою книгу в конце 30-х годов. Матис отказался, Матис сказал, что у Монтерлана и так все, ну в общем, что нечего там иллюстрировать художнику. Но потом в начале 40-х прочитал «Посефаю», такой драматический текст и начал делать иллюстрации, сначала даже Монтерлана ничего не говоря, только потом уже как-то и ему сообщил, что вот-таки делает иллюстрации и в результате получается, что изначально инициатива исходила от автора текста, но была художником оставлена без внимания, и затем по собственной инициативе художник эту книгу делает, причем это огромная работа на самом деле, потому что здесь можно перелистнуть, а, вот вы уже перелистнули на этот разворот, здесь 17 вот таких иллюстраций полностраничных, да, на странице целиком, плюс здесь декоративные композиции вот такие, которые мы видим, да, вот на этой как раз картинке, плюс инициалы красные, все это гравюры на линолеуме, в общей сложности таких гравюр в книге 148, и еще есть больше сотни отвергнутых вариантов, то есть, это огромная работа, которая в общей сложности несколько лет Матисса заняла, и которую он фактически делал уже по собственному почину, и сам нашел издателя для этой книги, то есть, вот здесь как раз издатель никакой роли инициатора не играл, ну и опять же, в общем, у каждой книги своя история, поэтому и сказать, кто инициатор, ну это в каждом случае, ну как бы, своя история, да? Хорошо, друзья, вот я просто вижу по времени, что мы должны делать.